Здравствуйте! В прямом эфире специальный выпуск часа новостей, посвященный главному политическому событию года, выборам президента России, студии Анна Кокорина. Итак, в Омской области, как и по всей стране, стартовал трехдневный выборный марафон. В нашем регионе работают почти 1700 пунктов для голосования. По традиции, в первые минуты открытия на каждом звучал гимн Российской Федерации. ПЕСНЯ На участках «Аншлаг» многие омичи решили сделать свой выбор перед началом рабочего дня. Отмечу, что никаких дополнительных голосований в эти дни не состоится, поэтому на участках выдают только один бюллетень. Кандидатов в президенты четверо, кроме Владимира Путина, который идет как самовыдвижение в списке Владислав Дованков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Поставить галочку можно с 8 утра и до 8 часов вечера. К слову, в этом году подано рекордное количество заявлений на голосование по месту фактического пребывания. Открепительные взяли больше 70 тысяч человек. Сейчас поменять участок уже нельзя, а вот сделать заявку на домашнее голосование еще можно, обратившись в участковую избирательную комиссию. В числе первых сегодня свой выбор сделал губернатор Виталий Хаценко. На участок, расположенный в Омском авиационном колледже имени Жуковского, он пришел спустя несколько минут после открытия и не один, вместе с супругой и маленьким сыном. Главу региона встретили народными песнями, угостили караваем и блинами. Выпечку приготовили местные умельцы, народные ярмарки и еще одна традиция Омской области в дни выборов. Заполненные бюллетени Виталия и Алены Хаценко в автоматизированную урну опустил сын Павел. По словам губернатора, принять участие в выборе будущего своей страны сегодня важно для каждой семьи. Я голосовал за стабильность, за развитие, за процветание нашей страны. А вы знаете, мы же дети своих родителей, а мои родители, родители моей супруги всегда брали нас на выборы, когда еще маленькими мы были, всегда голосовал. И сразу сказал, не случайно, что выборы это всегда праздник. Поэтому мы сегодня пришли, следуя традиции, взяли только одного, Павлок, остальных развезли по садикам, по школам. Мы пришли с Пашей, чтобы он понимал с детства, что голос, бой, личный, он очень важен. И что от человека тоже очень многое зависит. Мы видели, что у нас такая традиция, что ярмарки, местные умельцы, посмотрели, как она располагалась. Да, здорово, очень поднимает настроение с утра, то есть создается атмосфера праздника. Съемочные группы 12 канала сегодня работают сразу на нескольких избирательных участках и везде многолюдно. Причем омичи начали приходить даже заранее. Так, открытие пункта для голосования в молодежном центре «Химик» ждали почти полсотни человек. Светлана Мельниченко продолжит. Мы пришли на участок заранее и уже увидели, как люди выстраивались в очереди для того, чтобы отдать свои голоса. Восемь часов голосования началось и сразу в зал, можно сказать, хлынул поток людей. Это было примерно около 50 человек. Сейчас все они голосуют. И вот, несмотря на раннее утро, очень удивительно, что люди пришли. От этого зависит наше будущее, будущее наших детей. Поэтому очень важно прийти проголосовать в первый день именно. Она в санаторий, сейчас у нее путевка. И мы сегодня приехали до санатория. Вот сейчас я с ней приехала и привела. Она сейчас проголосует и поедет в санаторий. То есть, среднаправленно, специально? Да, специально. Люди голосуют, уже работают электронные урны. В принципе, весь персонал был на местах уже 8 часов. Прозвучал, как положено, государственный гимн. И вот сейчас мы видим, что по лестнице еще поднимаются люди, чтобы отдать свои голоса. Сейчас мы зададим пару вопросов. В председателе участковой избирательной комиссии. Вера Борисовна, можно вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Вера Борисовна, подскажите, пожалуйста, вот сейчас очень много людей. Вы ожидали такой ажиотаж с утра? Вы знаете, мы ожидали. Мы предвидели то, что люди будут все три дня. Потому что выборы президента для всех это очень важно. И общаясь с людьми, мы понимаем, что придут очень много людей. Мы надеемся на очень высокую явку. Поэтому ожидаем. Мы готовы были сразу же принимать людей с 8 часов все три дня. Так что пусть приходят. Вы не первый год работаете в избирательной комиссии. Может быть, у вас есть какие-то приметы уже? Ну, то, что солнце светит и все замечательно, это хорошая примета. Люди придут к нам голосовать. Мы остаемся работать на этом избирательном участке в течение дня. И вечером расскажем, как прошло голосование. Светлана Мельниченко, Сергей Никифоров, 12 канал. На пункт голосования ровно в 8 утра по традиции пришел председатель областной избирательной комиссии Иван Ходоков. Свой гражданский долг он исполнил в Омском авиационном колледже имени Жуковского. Причем сделал это в прямом эфире 12 канала. Сегодня председателю области Бирюкома, правда, пришлось даже постоять в очереди, прежде чем заполнить бюллетень. На участок сразу после открытия пришли десятки омичей. Иван Ходоков признался, что сегодня отдавал свой голос за развитие и будущее нашей страны. Сегодня мы с первой голосуем. Сегодня я в небольшую пробку попал. Пришлось подождать, пока до меня дойдет очередь. Это очень радует, что омичи, жители Омской области не остаются в стороне и понимают важность этого политического события. Ведь на самом деле это главные выборы для всей нашей необъятной Родины. Да и больше того, я думаю, это очень важное политическое событие для всего мира. Сделал свой выбор и председатель законодательного собрания Омской области Александр Артемов на участок в Омском автотранспортном колледже. Он пришел вместе с супругой Инессой. В интервью 12 каналу они отметили, что за долгие годы совместной жизни не пропустили ни одни выборы. Голосовать всегда ходят вместе. Это семейная традиция. На протяжении уже 40 лет совместной супружеской жизни мы практически не пропустили ни одних выборов. И стараемся приходить первыми. Я полагаю, что это как хороший пример и для соседей. Когда возвращаешься домой, спрашивают, вот идем с выборов, давайте идем. Вот поэтому полагаем, что это хорошая традиция, к чему призываем и наших земляков. Очень важно, чтобы дети наши, внуки наши жили в хорошем, нормальном мире, чтобы процветала, развивалась Омская область и вся наша большая страна. Буквально через час к работе приступит пресс-центр избирательной комиссии Омской области. Именно туда в течение трех дней будет стекаться актуальная информация о ходе голосования. Самые свежие данные о явке о мечей, как работают избирательные комиссии и есть ли нарушения в пунктах для голосования. Весь этот день в пресс-центре избиркома работает моя коллега Екатерина Балучевская. Она на прямой связи со студией. Катя, здравствуй. Все ли у вас готово к работе и вообще, как это будет организовано? Ведь это непростой процесс обрабатывать такое колоссальное количество информации. Здравствуй, Аня. Доброе утро, уважаемые телезрители. Работа нам действительно предстоит колоссальная в эти три дня. Но тем не менее, несмотря на то, что пресс-центр официально откроется, как ты сказала, только через час, мои коллеги из различных СМИ уже сюда приходят для того, чтобы получить информацию. Но обновится она только в 12.00 вот на этом экране, который уже по традиции себя зарекомендовал. Проекция. Сейчас мы видим, здесь представлен срез Омской области. Кстати, журналисты так привыкли работать, это очень удобно. Видно отчетливо районы, видно количество избирателей, вообще потенциальных людей, кто может отдать свой голос больше миллиона. И если вы еще не выполнили свой гражданский долг, то я призываю вас обязательно это сделать. Ну, конечно же, потому что от этого зависит будущее всей нашей страны, именно от вашего решения. Что касается данных появки, она будет обновляться практически каждые два часа. Эта практика уже тоже себя зарекомендовала успешно, потому что раньше данные собирались намного реже. А теперь мы каждый выпуск будем вам рассказывать новые обновленные данные, самое главное, сможем их показать. Но интрига, которая интересует всех журналистов, выйдет ли опять Крутинский район в лидеры, обычно только так и происходит. Что касается выбранного марафона. Действительно, будет идти голосование три дня, это сделано для максимального удобства. Но, несмотря на то, что компания федеральная, это самые главные выборы страны, все-таки не стоит забывать, что она одна. Мы выбираем президента, поэтому будет на участке вам выдан только один бюллетень. Там представлено четыре кандидата, поэтому для того, чтобы не возникла путаница, еще раз напоминаю, только один бюллетень. И вы можете поставить уже галочку сделать свой выбор. Что касается сохранности, она обеспечена. Все сейф-пакеты, ящики стационарные, они обязательно будут опечатаны. Но и мы уже успели побывать в центре общественного наблюдения, где находится та самая видеостена. Вот так она выглядит. Туда уже поступают данные и картинка со всех участков. Ведется она в режиме реального времени. Поэтому можно сказать, что выборы стали очень технологичными. О том, как организована работа, нам рассказал один из специалистов. На видеостене у нас воспроизводятся в режиме живого времени все видеокамеры. Это порядка 1200 видеокамер. У нас есть возможность отдельно просматривать выбранные участки и искать их по имени, либо по адресу, либо по номеру участка. Есть определенное рабочее место отдельное, к которому имеет специально обученный человек доступ. Он уполномочен к тому, чтобы просматривать записи. То есть в камерах есть какие-то карты памяти? Конечно, конечно. Но не стоит забывать и про живое наблюдение. Я напомню, что было подготовлено 5000 наблюдателей. Они все прошли специальное обучение. И на федеральном уровне даже очень высоко оценили знания наших специалистов. Среди них трое жителей СНГ. Более подробно о том, как будет происходить работа, как будут отрабатывать какие-то жалобы, звонки, нам расскажет председатель общественной палаты Омска области Лидия Петровна Герасимова. Лидия Петровна, доброе утро. Начинается у нас большой марафон. Ну и, собственно, первый вопрос. Казалось бы, иногда жалобы поступают очень несерьезные. Вы прорабатываете прямо каждую жалобу? Или уже есть какие-то, которые сразу списываются со счетов? Как это происходит? Конечно, нет. Мы прорабатываем каждое обращение. Жалобы ли это, или это какой-то торжественный момент хотят поделиться люди. А отрабатывается абсолютно все. Потому что вся информация колл-центром фиксируется, затем она передается в штаб. Но и интересный момент, о котором вы уже сказали, это видеостена. Мы видим деятельность наших общественных наблюдателей, работу комиссий в 614 избирательных участков. Представляет нам эту картину. Поэтому вся достоверная информация, в принципе, в прямо вот таком активном режиме, она находится в общественной палате, в общественном штабе. Ну хорошо, мы видели, как работает видеостена утром, все понятное дело днем, до вечера, до закрытия, а ночью? Вот у людей возникает резонный вопрос, а будет ли кто-то контролировать процесс ночью? Да, все подключение работает круглые сутки. И на видеостене сидит специалист круглые сутки, все три дня, который фиксирует все происходящее. Затем, конечно, передается это утром в 8 часов, тогда, когда приходят дежурные общественные палаты, передается все для реакции. Ну и я знаю, что... Активного реагирования, будем так говорить. Я знаю, что ваша видеостена уже привлекла некоторых представителей партии. Расскажите, пожалуйста. Да, вот уже был звонок с просьбой разрешить прийти и посмотреть видеостену, как это все работает на избирательном участке, действительно, насколько это наглядно. Это не доверие? Нет, я думаю, что это чисто любопытство. Ну, я так считаю. Разрешение может получить любой гражданин, голосующий при предъявлении паспорта, тем более представитель какой-то партии. Они официально заполняют заявку, и по этой заявке мы предоставляем рабочее место. Посмотреть тот или иной избирательный участок, он может и в режиме, как мелькают картинки на видеостене, либо конкретный участок, который можно поставить потом на мониторе компьютера. Ну, все. То есть, чтобы наши избиратели были уверены, и телезрители в том числе, можно сказать, что выборы будут прозрачными, легитимными, открытыми? Можно с твердостью заявлять о том, что выборы будут очень прозрачные, потому что все то, что мимо 614 участков, оно фиксируется на видеофиксаторе. И любой случай, происходящий, вернее, любая картинка, которая происходила на избирательном участке, может быть снята потом и предъявлена в общественный штаб для просмотра. Спасибо большое, Лидия Петровна. Мы будем также оперативно следить за нарушениями, если вдруг они возникнут. Но я надеюсь, что пройдет все гладко. И, естественно, рассказывать все подробности. Не пропустите каждый выпуск «Час новостей». Аня, тебе слово. Спасибо, Катя. Свежие данные о явке о мячей ждем от тебя уже в 14 часов. Из пресс-центра областного избиркома была моя коллега Екатерина Булучевская. Поставил галочку в бюллетене сегодня и мэр Омска Сергей Шелест. Глава города голосовал рано утром на своем участке 85-й гимназии. На выборы, как и многие, мэр традиционно пришел с семьей, супругой и младшей дочерью. Сергей Шелест отметил, Омск всегда был оплотом для России, основан как крепость, а в годы Великой Отечественной работал на оборону, за что удостоен звания города трудовой доблести. И сегодня каждый омич должен показать, что город этим оплотом действительно является. Независимо это голосование, на какого уровня проходит, надо всегда проявлять свою гражданскую позицию и не показывать какое-то равнодушие к тем процессам, которые происходят в нашем городе, в нашем регионе и в нашей стране в целом. Я думаю, что все придут и проголосуют за судьбу нашей России, за нашу независимость и дальнейшее наше развитие. После утренней молитвы участие в выборах президента страны принял и митрополит Омский Таврический Дионисий. Архипастр проголосовал на участке, который располагается в медицинском колледже. Интересно, что здесь сегодня организовали дежурство студентов-волонтеров, которые измеряют давление всем желающим и рассказывают о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Владыка, впрочем, такой услугой не воспользовался, а сразу поспешил взять бюллетень для голосования. Важность момента глава Омской митрополии почерпнул крестным знаменем. Также владыка рассказал, что выездные урны для голосования привезут во все монастыри и обители региона, где монашествующие сегодня начали молиться еще до рассвета. Также архипасырь отметил, что день для голосования 15 марта выбран случайно. Вот из этих трех дней голосования я определил для себя именно сегодняшний день, 15 марта, потому что по церковному календарю это праздник в честь иконы Божьей Матери Державной. И верующим сердцем человеческим он воспринимается как знак того, что Матерь Божия заботится о нашем Отечестве. Поэтому сегодня настроение особенно Богу помолиться о благополучии, мире и благоденствии нашего Отечества. Не стали откладывать на выходные за напряженного рабочего графика и проголосовали сегодня также сотрудники 12 канала. Свой выбор мои коллеги сделали на участке, расположенном в одном здании с телекомпанией, в молодежном центре «Химик». Специально для этого часть сотрудников открепилась от своих участков по прописке, чтобы проголосовать по месту пребывания. Дело в том, что на протяжении всех трех дней мы работаем для вас, в прямом эфире рассказываем о работе избирательных участков и организуем включение из пресс-центра областного избиркома и центра наблюдения за голосованием. Следите за нашими выпусками и обновлениями в социальных сетях. Сегодня МИЧИ выбирают не только главу государства, но и могут отдать свой голос за благоустройство территории. Всего в списке 29 пространств, из них 13 в городе и 16 в Василькуле, Калачинске, Таре и в поселке Краснояр Любинского района. Объекты, которые по итогам наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в 2025 году. Сделать наш регион еще краше помогут волонтеры. Они расскажут о территориях и помогут проголосовать за выбранный вариант. Работу проведут по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Его главная задача – преобразить вид российских регионов и повысить качество жизни людей. Сделать выбор могут жители старше 14 лет в вочном формате в пунктах для голосования. И уже сегодня МИЧИ могут стать обладателями суперподарков. В регионе стартует социальная акция «Выбирай Россию», в рамках которой несколько сотен участников получат по 100 тысяч рублей, 5 человек по миллиону, в числе главных подарков – 5 машин и 5 квартир. Представители организатора, а это Омский фонд регионального развития, сотрудничества и поддержки общественного самоуправления, будут работать в зданиях, где располагаются избирательные пункты. Чтобы принять участие в акции, необходимо заполнить купон и сохранить у себя отрывную часть. Счастливчика определяют с помощью генератора случайных чисел, а имена победителей назовут в эфире 12 канала. Розыгрыши пройдут 15, 16 и 17 марта в 12, 15.30 и в 21.00. Также посмотреть номера выигрышных купонов можно на сайте выбирайраша.ру. Александр Сарнавский привез домой пояс чемпиона. Встречать кумира с заветным трофеем пришли спортсмены и, конечно, болельщики. Это первый для «Тигра» чемпионский пояс за всю карьеру. Бои журналисты уже прозвали одним из самых драматичных и эмоциональных за всю историю. Юлия Думанова продолжит. Он выходит под аплодисменты. Александр Сарнавский по прозвищу «Тигр» болельщики, юные спортсмены. Буквально обступили чемпиона и его награду. Мне очень понравилось. Это прям реальный подняк. А это уже кадры сбоя. В синем углу Александр Сарнавский. В красном – Магомед Сулумов. Сулумов – действующий чемпион. Во что бы то ни стало хотел защитить титул. Сарнавский выиграть. В драматичности добавляло то, что а меч спорту посвятил всю жизнь. Но пояс чемпиона смешанных единоборств завоевать не удавалось. До этой минуты. И стал новым чемпионом «Файт Найс Клобал» в легком весе Александр Сыгар Сарнавский. В раздевалке после боя Сарнавский не сдерживает эмоций. А победу посвящает маленькой дочке. Скажу, что он ей домой. Мне этот пояс не нужен. Это для своей дочери. Она потом вырастет, посмотрит, что в честь нее. Да, это прям будет. Она потом еще сказала, что нам еще нужен второй и еще три хватит. Болельщики-журналисты в последнее время Александра Сарнавского называли непобедимой. Серия из 20 побед. И вот долгожданное чемпионство и пояс. Сегодня участники встречи могут прикоснуться к легенде. Пояс довольно-таки тяжелый. Сарнавский родился в Казахстане, в маленьком селе, в котором даже электричества не было. О спортивных секциях и не было речи. Когда ему было 8 лет, семья переехала в Омск. Здесь жили родственники. И после этого отец мне сказал, что обязательно мы, когда приедем в Омск, ты будешь заниматься единоборствами. Внутри желание было. Он мне всего лишь один раз в жизни показал дорогу. Мне было 8 лет. Я не знаю город. И все. И я ходил сам один. То есть у меня было такое желание тренироваться. Я увидел его вживую. И я очень впечатлен. Я его видел только на боях. А вот тут я его в реальной жизни вижу. Ну а после фото на память. И кто знает, может и среди этих ребят есть будущий чемпион. Юлия Думанова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Сегодня в Омске стартует трехдневный фестиваль «Крымская весна». В таком формате в нашем регионе праздник проходит впервые. Он посвящен юбилейной дате. Десятилетию со дня воссоединения Крыма с Россией. На территории рядом с «Красной звездой» запланированы десятки мероприятий. Это шоу «Силачей», скалодром, катание на оленях и хаски, караоке-баттл, фотозоны и масштабный флешмоб, в котором примут участие сотни амичей. Все желающие смогут попробовать себя в роли пилота карта на льду. Самым насыщенным днем, обещают организаторы, станет 16 марта. Программа продлится с 14 до 16 часов. Для амичей подготовили также подарки. Возможность получить пригласительный на концерт Стаса Михайлова. На месте будет работать и наша съемочная группа. О самых ярких моментах фестиваля расскажем в следующих выпусках. Час и новостей. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислав их по электронной почте или позвонив в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Омская область. Пора выигрывать призы. С 15 по 17 марта. Участвуй в социальной акции «Выбирай Россию». Приходи в здание, где располагается избирательный участок. Заполняй купон и участвуй в розыгрыше. Среди призов 5 квартир, 5 автомобилей, 5 призов по миллион рублей, а также 363 подарка по 100 тысяч рублей. Социальная акция «Выбирай Россию». Организатор Омский фонд РСП. Подробности на выбирайраша.ру. Путешествия по сказкам. Алиса в стране чудес. Маугли, Аладдин, Бременские музыканты. Экзотические животные с царицами тропиков пумами. Грандиозное шоу о добре и любимых сказках в Омском цирке. Музыка весны в континенте. 90 магазинов верхней одежды. И только 2 дня. Моментальный розыгрыш призов. Призовой фонд 300 тысяч рублей. Все в континент. Яркое шоу и уникальные трюки. В Омском цирке жители региона могут увидеть не просто представление, а театрализованный спектакль. Программа «Загадка старой игрушки» погружает зрителей в мир сказок и волшебства. Захватывающие номера, фантастические костюмы и экзотические животные. У артистов осталось всего несколько выступлений. Подробности в нашем материале. Красота костюмов и сложность номеров поражают и захватывают дух с первых секунд. Это не просто цирковое шоу, настоящий театрализованный спектакль. Старинный бабушкин подарок «Калейдоскоп» погружает главную героиню в фантазии и чудеса. Вслед за главной героиней в путешествие по миру сказок отправляется и зритель. Золушка – бременский музыкант и казаки-разбойники Аладдин Маугли. Каждая учит ребят добру, любви, дружбе и, конечно, тому, что всегда есть место – чуду. Зрители не отводят глаз. Смена действия происходит каждые пять минут. Номера уникальны для всей истории российского цирка. Гимнасты, акробаты, эквилибристы выполняют трюки под куполом цирка без страховки. Выработаю вальтиш, прыгаю за тяг с 10 метров, делаю два угла назад, это два оборота назад. В стране такого нет. Вот у нас первый номер. Один из ключевых номеров – выступление «Пум». При этом на манеже никаких клеток. Их не так много в манеже одновременно. На самом деле их больше, их шесть. В манеже видят только двух. Зрителю нравятся наши кошки. Она более подвижна, более эмоциональна. В аттракционе «Сафари» калейдоскопом сменяются верблюды, пони, собаки, лама, крокодила и змеи. Равнодушным не остается никто. Мне понравилось, получается, все. Но самый интересный был момент, где баба Яга делала сальто с самого верха. Дети хлопали, в конце стоя. Ну, понравились все костюмы. Очень красивые. Программа сама интересная. Все очень красиво. Шоу красивое. Звери. Цирковой спектакль погружает зрителей в детство и теплые воспоминания. Мы попадаем еще и на весенние каникулы, но всего будет 15 представлений. Вот сейчас мы отработали несколько шоу, полный зал, аншлаги. Поэтому те, кто планирует к нам попасть на каникулы, о билетах нужно позаботиться заранее. Узнать, в чем кроется загадка старой игрушки, можно до 14 апреля. Так что всем желающим стоит поторопиться. Амичи приглашают на выставку деликатесов Камчатки. Дальний Восток всегда славился широким разнообразием рыбы. А теперь попробовать ее прямо на площади возле Токамалунцева могут и жители нашего города. Настоящие ценители морепродуктов обязательно найдут здесь что-нибудь по вкусу. Чем богат ассортимент и почему стоит заглянуть на прилавок перед Масленицей в нашем сюжете. В народе этот деликатес давно прозвали царским. Копченая белорыбеца имеет нежное и жирное мясо. Этот кусочек прибыл в Омск прямиком с Камчатки. На площади у Токамалунцева целый прилавок различной рыбы из полуострова. Рыбка самая ценная по содержанию микро-макроэлементов, омега, витаминов. Водится она только на Камчатке, дикая, искусственно не выращивается. У нас вся рыбка натурального копчения на ольховых опилочках. Ассортимент большой, более 20 видов дальневосточных деликатесов. На изысканные вкусы мечей представлен тунец, чавыча, палту, скорюшка, семга и нерка. Но какая масленица без натуральной красной икры к блинам? Самый мы с Дальним Востока, поэтому у нас рыба была на первом месте. Можно не бояться покупать рыбу впрок и замораживать самостоятельно. При разморозке она не теряет своих полезных и вкусовых качеств. Выставка о камчатских деликатесах будет работать вплоть до 28 марта. Валентина Шмякина, Сергей Никифоров, 12 канал. И о погоде. Завтра, 16 марта, в Омске переменная облачность. В ночное время до минус 7, дневная температура 1,3 градуса ниже нуля. В районах облачно, ночью до минус 8, днем до 4 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 14 часов. Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!